Убираем петли по рисунку, смотря что вы вяжете, может быть это вставочка какая-то. Получается, что у меня две петли в заднем нерабочем положении, одна работает. Две в заднем нерабочем положении, пять работают. И поехали. Две сзади, одна работает. Две сзади, пять работают. По рапорту вы видите ничего сложного. Иглы двигаться больше не будут, это их постоянное положение на протяжении всего рисунка. И так, там где у нас две иглы сзади в нерабочем положении, среднюю выдвигаем вперед. Это делать легко, даже если у нас большое полотно, никаких сложностей с этим быть не должно. И теперь про те возможности машины, о которых я говорила. У кого сколько накидов, она может выдержать. Хорошие оттяжки, если у вас нитевод. Но не такие, чтобы перекашивало изделие. Если вы сильно перекосите, потом придется долго отлеживаться и приходить в себя. Оттянули. Самое главное еще и боковые оттяжки навешивать. И провязываю максимальное количество накидов, которые она выдержит. Но лучше всего 8-10. Вот. Чем больше накидов, тем интереснее будет смотреться рисунок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Убираем все в работу. Четыре ряда. И смотрим за, конечно, язычками. Язычки всегда должны быть в рабочем положении. Четыре ряда на всех иголках. Раз, два, три, четыре. Связали. Опять выдвигаем. Средние иглы в переднее нерабочее положение. 8 накидов. Если у вас машина провязывает 6, значит 6. Если 5, значит 5. Только не забудьте, вот сколько она провязывает, столько вы и вяжете каждый рисунок. Разнобой недопустим. Уж сколько она провязала, столько мы и провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все в рабочем положении. Четыре ряда. Раз, два, три, четыре. И так далее. И вот такая небольшая отделка. Такой штрих, который можно делать, можно не делать. На самом деле, вот этот вот штришок, о котором я говорю, это жемчужка. Можно ее делать. Тогда рисунок будет более ажурный, более эффектный. Более такой объемный. Средняя петелька. Из тех пяти, которые у нас были в рабочем положении, идет назад. Мы ее просто спускаем и распускаем петельный столбик. Не забудьте при этом поставить в переднее положение окрестные соседние иголки, иначе вы их упустите. Поднимая одну петлю, вы упустите соседей. И просто всю петельную дорожку опускаем. Берем петельку и поднимаем жемчужку или перловидку, кто как называет. То есть, наша игла захватывает не одну протяжку, как это было бы при обычной резинке, а две. И поднимаем. Можно делать обычную резинку, но жемчужка, она более рыхлая и более объемная. Она в данном конкретном случае нам украсит рисунок. И к тому же, поднимать ее, как вы видите, в два раза быстрее, чем обычную резинку. Потому что мы сразу захватываем две протяжки, а не одну. Вот, подняли это все. Петлю на иглу. И закончили. Следующее. Переднее рабочее положение соседей. Соседей все петельную дорожку распускаем все петли. Подхватываем петлю, которая у нас была. И поднимаем жемчужкой. Такой совет. Очень длинные дорожки не делайте. Когда у вас огромное полотно висит внизу, будет тяжелее поднимать, чем когда полотно висит близко к машине. То есть, если вы там провяжете 100 рядов, вам будет гораздо тяжелее это делать, чем если вы будете вязать рядов по 40, по 30 и поднимать периодически это все. Гораздо проще небольшими партиями, чем огромное-огромное полотно. Вот, собственно, весь наш с вами рисунок. Он очень рыхлый. Это полотно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова